всем привет ну и все-таки найден способ как можно полноценно работать с консольными программами с кодировкой уникод tf8 где есть все символы разных языков до этого видео я говорил что есть проблема windows и что он плохо дружит у нас кодировкой уникод вот и я предлагал это запускать в консоли которая под системе linux устанавливается вот такая тут установить можно здесь ubuntu 22 и там короче говоря это делать но у меня этот вариант как бы немного напрягал все таки это что-то инородное получается немного я всевозможные способы искал почему я это делал потому что вот смотрите у меня например есть программа которая вот спрашивают какой ты хочешь язык и потом например на этом языке выдает информацию то есть мне по любому не получится пользоваться только кодировкой 12 51 windows поэтому не видите нужно в любом случае делать кодировку утром 8 для того чтобы это кодировка тут нормально заработала мне пришлось мне бинцы настройках указать в этих параметрах что это тоже будет утром 8 значит первая проблема когда я это все сделал была такая вот видите непонятно что тут получилось поэтому я тут нашел такой хакерский способ небольшой который проверяет что если у нас установлена windows то мы принудительно переводим неизвестность от остановок системы вывод на кодировку это 8 значит благодаря этому получилось что тут заработала все нормально вот видите то есть вот с консоли получился вот f8 правильно и китайские например символы тоже заработали нормально но проблема была в том что во всех других местах это не работало нормально то есть я перепробовал консоль которая ну тут вот фар потом тут есть терминал windows в общем это все ничего не давало все эти штуки не работали вот так все выглядит если мы здесь активная кодировку сделаем вот f8 тут все равно получается глюки видите то есть вот получается неправильно на китайский прям так вот какой на один способ и он мне очень понравился это способ через использование консоли который устанавливается при установке гита вот такая консоль вот здесь надо установить что это русский язык например сейчас найдем сначала давайте русский языки выиграл сперва так ну ладно это сейчас найдем вот самое главное идти русский utf-8 так вот смотрите в чем тут сила берем заходим в наш этот проект это консоль она тоже ну как бы думает что у нас была система linux поэтому так кидаем и тут дописал java jar и вот видите как круто ну что она сама вот эти пути изменила под систему которая понимает это конца и и вот долгожданная находка идти теперь это реально работает и не нужно ничего больше устанавливать никакого даже linux а то есть просто устанавливаете под систему гитт но где ее найти этот гитт вот вот этот инсталлятор он все это для вас автоматически сделает и вот так вот можно прекрасно работать потом я это проверил на линуксе который тут убунду 22 то есть тоже будет таким образом у нас получилось реальная кроссплатформенная программа которая будет работать и в линуксе и в маке и тут и в самом нибудьбинцы и работает также вот в этой волшебной чудо консоль ки вот такая крутая штука оказывается есть все остальное не подходит для этих целей она не работает на этом все но не забывайте что если вы эти штуки не пишите свой код то в windows ни в какой консоли все равно это не заработает даже в той что я показал поэтому это обязательно в начале программы должно быть всем пока а а а а а а а Продолжение следует...